Итак, коллеги, всех приветствую! Меня зовут Атаманова Юлия, и я аукционный брокер. Сегодня у нас с вами стартует курс, который будет размещен абсолютно бесплатно на платформе YouTube «Заработок на арестованном имуществе». Что это такое, с чем это едят, как в этом участвовать и в принципе, вот сегодня мы с вами будем с этим разбираться. Всего будет у нас серия из нескольких видеоуроков, которые абсолютно бесплатно, с полной информацией будут размещены на платформе YouTube. Итак, давайте с вами познакомимся. Я сейчас себя уберу. Как вы видите, это я, Юлия Атаманова-Куликова. Я аукционный брокер, эксперт по выкупу государственного имущества и имущества должников. Единственная в России сертифицированная специалист по электронным торгам. Здесь я занимаюсь разными видами торгов. Авторы спикер таких курсов, как «Бизнес на муниципальном имуществе», «Муниципальные торги за 7 дней» и «Безопасный выкуп арестованного имущества». Соответственно, «Безопасный выкуп арестованного имущества» либо «Заработок на арестованном имуществе», по-другому мы его называем, он будет в абсолютном доступе, абсолютно бесплатно, доступен каждому, то есть абсолютно любой, каждый сможет посмотреть и на нем заработать. Итак, давайте, наверное, с вами начнем разбираться с того, что такое торги по арестованному имуществу. То есть мы знаем, что есть банкротные торги, мы знаем, что есть торги по арестованному имуществу, так вот они между собой отличаются. И давайте прямо более подробно с этим совсем разбираться. Что такое, в принципе, торги? То есть как оно, что это? Торги – это процесс продажи некоторых видов имущества. Это когда все желающие, когда видят какой-либо объект, что он продается, они приглашаются к участию. То есть абсолютно любой желающий, абсолютно любой человек может выкупить любое имущество. И вот это называется торги. То есть они именно борются за право выкупа данного имущества. То есть несколько человек собрались, и они борются за право выкупа конкретного имущества путем повышения цены. То есть ключевое слово – путем повышения цены. Но по-другому это называется путем аукциона. Аукцион – это когда у нас один объект, есть начальная цена, то есть, например, 1000 рублей, кто-то говорит 2, кто-то говорит 3, кто-то говорит 5, 10, 15. И вот кто предложит максимальную цену, вот это называется аукцион. То есть путем повышения цены. Так, идем с вами далее. У нас существуют разные виды торгов и имущества, которые могут продаваться на торгах, на любых абсолютно торгах, включая арестованное имущество. Например, это имущество банкротов, государственное имущество или имущество должников. То есть это абсолютно все три разные категории, с которыми мы работаем. Например, имущество банкротов у нас действует в рамках 127-го федерального закона. То есть мы работаем. Государственное имущество – это 178-й федеральный закон, 135-й федеральный закон, земельный кодекс. А имущество должников – это 229-й федеральный закон. И это закон об ипотеке, насколько помню, 159-й, если я не ошибаюсь, федеральный закон. Извиняюсь, 102-й федеральный закон об ипотеке. То есть вот это называется имущество должников. И здесь, если вы когда-либо участвовали в каких-либо других торгах, то вы должны прекрасно понимать, что имущество должников здесь отличается от муниципальных торгов и от банкротных торгов. То есть будьте к этому готовы. Итак, давайте же с вами более подробно разберем, что же такое имущество должников и, в принципе, как с этим работать. Да, то есть что такое имущество должников? За что забирают имущество должников? То есть в рамках банкротства давайте сразу разберемся, когда человек банкротится. Да, то есть человек, организация, индивидуальный предприниматель банкротится. Это значит, что вот все его имущество, все, которое у него есть, оно выставляется на торги. Но в рамках 127-го федерального закона человек остается без долгов. Но там более долгая процедура, там должны быть намного больше какие-то огромные долги. Но, например, в имуществе должников это может быть и 5 тысяч рублей. Уже здесь могут ваше имущество выставить. То есть там одна процедура, здесь другая. За что могут забрать имущество? Это именно приставы, имущество должников, вот в рамках какого закона, за что они могут забрать. Смотрите, имущество должников могут забрать по ипотеке. Например, человек не платит за ипотеку. То есть его имущество забирают в рамках 102-го федерального закона, реализуют на торгах. По кредитам. Если было заложено имущество, например, там либо по кредитам, то это у нас уже 229-й федеральный закон. Алименты человек не платит, да? То есть мужчина, там, не мужчина, женщина, неважно, не платит алименты. Вот его имущество могут забрать. Мобильный телефон, я не знаю, там, автомобиль, квартиру, все что угодно. Должников по административным штрафам, да? То есть за маску штраф получили, не оплатили, у вас имеют право описать ваше имущество. Ну и, соответственно, имущество коррупционеров. То есть это людей наших чиновников, вот все, что у них находят, все это имущество выставляется также в имущество должников. И здесь, смотрите, ключевое слово, что должниками могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, да? То есть, ну, абсолютно любой может быть должником, если у нас есть какой-либо долг. И, смотрите, имущество должников у нас попадает на торги в рамках исполнительного производства, да? То есть не в банкротных торгах, а в рамках именно исполнительного производства, либо по-другому. Когда у нас кто открывает исполнительное производство? Исполнительное производство у нас открывают приставы. Вот, имущество от приставов, имущество должников, арестованное имущество, это все одно и то же название, да, то есть, как хотите так называть, вообще это имущество должников называется, но имущество от приставов его называют, арестованное, ну, и третье это имущество должников. Давайте с вами будем разбираться, что такое исполнительное производство, да, то есть, в принципе, что мы с этим делаем. Что такое исполнительное производство? Исполнительное производство это процесс принудительного исполнения решений судов, не важно там арбитражных, мировых и так далее, то есть других органов государственной власти в части имущественных взысканий, а также совершение пользу граждан и юридических лиц определенных действий, либо воздержание от них. Ну, чтобы мы с вами понимали, про что мы с вами сейчас говорим, то есть исполнительное производство это когда есть какой-либо исполнительный лист, исполнительный лист выдается на алименты, если у вас просроченный кредит вы не платите, то есть вот в этом случае это называется исполнительное производство. Если у вас, например, работаете как физическое лицо, у вас открытые ПМ, то есть в этом случае вас как индивидуальный предприниматель, если вы не заплатите налоги, то есть откроют исполнительное производство и будут принудительно с вас взыскивать. То есть вот такие моменты, это называется исполнительное производство. Ключевое слово, вот именно в данном определении, это принудительное, то есть хотите вы не хотите, в любом случае ваше имущество будут искать, ну, то есть имущество должников, хочется, но плачет, но не хочет и будут взыскивать. И вот, ну, прям самый, давайте еще раз прям такой простой-простой пример. Муж и жена развелись, жена подала на алименты, суд вынес решение там на определенную сумму алиментов, что муж должен ежемесячно оплачивать детям какую-то, такую-то сумму. И вот открывается исполнительный лист на эту сумму, на это решение суда, который отдается в службу судебных приставов и приставы уже принудительно взыскивают. Если, например, муж платит, исправно платит сам алимент, то есть перечисляет через пристав, то в этом случае принудительного производства нет. То есть если он не оплачивает, если появляется задолженность, то тогда приставы принудительно, да, ищут имущество, да, то есть что можно забрать, продать, чтобы взыскать с этого определенную сумму. Ну, то есть я надеюсь, с этим понятно. И смотрите, в соответствии с законом, все имущество, любое имущество, которое было взыскано приставами, найдено, машины, квартиры, телефоны, ноутбуки и так далее, или земельные участки, доля акции может быть продана исключительно с торгов, то есть не конкретным лицам, а продана именно с торгов. Какое имущество мы с вами можем встретить на торгах? Недвижимость, да, то есть, ну это понятно, коммерческая, там, я не знаю, жилая недвижимость, в том числе находящаяся в залоге. То есть у меня есть недвижимость, я ее в кредит отдала какому-то банку, кредит не могу платить, то есть это имущество в залоге. Либо ипотеку взяла, платить не могу, то есть это тоже идет залогово. Вещи стоимостью выше 500 тысяч рублей, да, то есть шубы, например, какие-нибудь имущественные, права, то есть это право аренды, например, земельного участка, либо право аренды помещения, такое тоже может быть. Ценные бумаги, заложенные имущества, на которых не обращено взыскание, предметы, которые имеют историческую, художественную ценность и дебюторская задолженность. То есть, как вы видите, практически абсолютно любое имущество мы можем встретить на торгах, то есть на торгах по продаже именно имущества должников. И давайте, наверное, самый такой вопрос, который, в принципе, мне часто очень задают, чем торги по продаже имущества должников отличаются от торгов по банкротству. Во-первых, я еще раз говорю, оно происходит в рамках разных законов, то есть банкротство это в рамках 127 федерального закона несостоятельности банкротства, там одни условия участия. Здесь, да, то есть там совершенно другие условия участия, реализации. Вра имущества должников это 229 федеральный закон об исполнительном производстве и 102 федеральный закон о залоге, да, то есть он называется об употеке. То есть абсолютно разные условия участия и абсолютно разные условия проведения торгов. Да, то есть они между собой различаются. Если вы когда-либо работали с какими-либо торгами, то в этом случае вы должны понимать, что абсолютно разные условия участия. И когда вы будете участвовать уже, вы также поймете почему. Что у нас происходит с имуществом должников? Где мы его ищем? Где мы его смотрим? В принципе, как нам его купить, да, то есть вот с этим мы со всем будем разбираться. И смотрите, здесь нам нужно познакомиться с двумя самыми важными сайтами, либо с самыми важными организациями, которыми мы их назовем, да, то есть первый сайт это Федеральная служба судебных приставов, да, то есть где мы заходим, можем посмотреть какой должник, сколько у него сумма долга, какая. То есть мы заходим и всегда проверяем должник. И второй это Росимущество. Росимущество это у нас идет сайт, то есть организация, которая занимается реализацией как раз-таки вот этого конфискованного имущества. То есть нам тоже необходимо будет с ним зайти и познакомиться. Почему я сейчас не захожу и не показываю вам пример, потому что с сайтом ФСПП вы сами сможете разобраться, да, то есть без проблем, то есть там все понятно. А с сайтом Росимущества в каждом регионе свой сайт, поэтому показывать его конкретно на конкретном примере нет абсолютно никакого смысла и тратить на это время. Запомните, что вам необходимо два сайта и с ним вы сможете разобраться самостоятельно. И вот смотрите, Росимущество это государственное имущество, оно продает ему, то есть оно занимается реализацией вот этого конфискованного имущества. Причем продавать они его могут как самостоятельно, да, то есть они его могут самостоятельно продавать, так и привлекать специализированные организации, то есть заключать контракты, организовывать тендеры, чтобы какая-либо организация проводила за них торги. Но в любом случае ответственность за проведение торгов несет рост имущества. И давайте, наверное, с вами поговорим, что такое за специализированная организация и кто-то является организатором торгов. То есть кто такой организатор торгов? Это организация, которая у нас подготавливает документы и проводит торги. По поручению рост имущества. А рост имущество у нас работает напрямую от приставов. То есть приставы отправляют документы в рост имущество. Рост имущество отправляют организаторам торгов. И организаторы торгов уже готовят документы, готовят всю необходимую информацию для проведения торгов. И, соответственно, проводят сами торги и заключают уже договора с победителями. Что происходит с имуществом должников после суда? Давайте разберемся. К примеру, я не плачу алименты, у меня есть машина. Такой банальный пример. Не плачу алименты, есть машина. Что будет вообще? Во-первых, мое имущество, которое приставы найдут, они его сразу конфискуют. То есть они его конфискуют, неважно, он будет с документами или с ключами автомобиля. Нет, они его конфискуют. Дальше. Они делают рыночную оценку автомобиля, квартиры и так далее. Готовят документы для подачи в суд. То есть что я не плачу, что у меня есть какой-то долг. И вот мое имущество выставляется на торги. Все. То есть суд прислуживает, что да, продать с торгов. Все. Судебный пристав исполнитель берет исполнительный лист, который у нас есть. То есть решение суда на основании этого решения суда. Готовят документы. Пристав отдает в Росимущество. Росимущество передает у нас специализированной организации. Это происходит в течение 10 рабочих дней со дня вынесения постановления. То есть я думаю, что это понятно. Ключевое слово рабочих дней. То есть не забываем, что у нас еще есть выходные. И смотрите. В законе подробно урегулировано. То есть в каком объеме и где публикуется информация о будущих торгах. То есть где, как и что. И в любом случае публичные торги, чтобы было понятно. Публичные торги, по-другому мы можем назвать это аукционом. Публичные торги, это когда абсолютно любой желающий может пойти поучаствовать. То есть к публикам. И проходят они всегда в форме только аукциона. Открытого аукциона. Открытого аукциона это значит, что мы знаем цену конкурентов, а конкуренты знают нашу цену, которую мы ставим. Вот здесь вот это очень важно. Эти моменты понимать вам. Но это только первый урок. То есть у нас еще будет серия видео примерно. Чтобы вы понимали, у нас еще будет примерно 8 видео уроков. Минут по 20. И вы будете более подробно каждый раз погружаться в эту тему. Дальше давайте разберемся, что такое открытый аукцион. Аукцион, как я уже говорила, это поднятие цены. То есть есть начальная цена. Все. И постепенно участники цену. Цену поднимают и побеждают тот, кто предложит максимальную цену. Это называется аукцион. Аукционы бывают открытые и закрытые. Открытый аукцион это когда мы знаем нашу цену. Цену конкурентов. То есть конкуренты знают нашу цену. Закрытый аукцион. Это когда мы не знаем цену конкурентов. То есть какую поставили, такую поставили мы не знаем. Этим привлекателен открытый аукцион, что мы знаем цену конкурентов, и мы всегда можем в любой момент выйти с игры. И смотрите, здесь ключевое слово, что в ходе торгов участники торгуются за право выкупа имущества путем именно повышения цены. И победителем становится участник аукциона, предложивший максимальную, то есть высокую цену именно с начальной цены. Смотрите, тоже такой очень важный момент, что публичные торги в форме аукциона должны быть проведены в течение двух месяцев со дня поручения организаторам торгов для реализации имущества. То есть как только Росимущество передало документы специализированной организации в течение двух месяцев, они обязаны провести торги. При этом при всем у нас есть еще прием заявок, подведение итогов, поэтому как только документы поступают в специализированную организацию, в течение недели они выставляют имущество примерно на торги. Да, то есть, ну там еще есть повышение спроса, но тем не менее ориентируйтесь примерно на неделю. Что у нас происходит после завершения торгов, да, то есть когда кто-то выиграл имущество, либо вы выиграли имущество, да, то есть по максимальной цене, что происходит. Дальше мы с вами в течение пяти рабочих дней переводим деньги в Росимущество. То есть мы в договоре уже, у нас указаны реквизиты, мы их переводим в специализированной организации, спецорганизации в Росимущество, либо там сразу указаны реквизиты Росимущества. Да, то есть организатор отправляет сразу отчет о том, что имущество оплачено, все хорошо, все мы заключили. Росимущество отправляет деньги в казначейство. Росимущество отправляет также деньги в отчет тоже в казначейство. В казначействе как только у нас деньги поступили, мы их видим. Дальше в казначейство переводят деньги в Федеральную службу судебных приставов. В Федеральной службе судебных приставов также это уведомление о том, что деньги туда им отправили. Все, приставы видят деньги, видят, что торги были признаны состоявшимся. И в Федеральной службе переводят деньги на счет взыскателя. Да, то есть кто взыскивает, кто является, я не знаю, не должнику, а именно взыскателю. То есть тот, кто взыскивает определенную сумму. На этом исполнительное производство у нас завершается. И вот только после вот этого момента, да, то есть после того, как один другому, другой другому все это перевели деньги, все это отчеты, имущество можно переоформить на нового собственника и снять обременение. Вот здесь вот этот момент очень такой интересный. Почему? Потому что мы оплатили в течение пяти дней имущество, а снять мы его можем, например, и переоформить, ну там, примерно через 30 дней. И когда мы с вами будем работать, например, с инвесторами, вот это вот важно им донести, что мы не сразу переоформляем. То есть не торопитесь, у нас есть на это время, потому что один отправляет другому, потом третьему, четвертому. Да, то есть и на все это нужно время. Итак, давайте с вами прям повторим общую схему, примерно как все это выглядит. У нас есть долги. Долги взыскивают приставы. Приставы готовят документы в суд, да, то есть мы видим с суда. Документы уходят снова в Федеральную службу судебных приставов. От приставов они уходят в Росимущество. Росимущество у нас выставляет это все на публичные торги, да, то есть дальше. После того, как торги у нас завершились, у нас деньги идут в Росимущество. Дальше с Росимущества деньги идут в Федеральную службу судебных приставов. И дальше они у нас переходят в взыскатели. То есть вот такая вот несложная схема. Как вы видите, любой с ней абсолютно справится. Итак, у нас есть основные понятия, с которыми мы будем сталкиваться в течение всего курса, в течение всех видеоуроков, которые вы будете смотреть. Давайте с вами разберемся. Итак, ФСПП, сокращенная дата, Федеральная служба судебных приставов. В России исполнительное производство осуществляет именно она. Просто сокращенно ФСПП. Запомните, что это Федеральная служба судебных приставов. Я думаю, что с этим понятно, с этим мы много времени тратить на это не будем. То есть это обычные приставы. Дальше. Судебные приставы исполнительные. То есть, смотрите, приставы исполнители. Что это такое? Это значит, что действия по принудительному исполнению решений судов осуществляют именно они. То есть, к примеру, у меня есть долг в 100 тысяч рублей перед банком. Да, долг находится у приставов. Но конкретно, да, то есть именно конкретно, я буду обращаться к какому-то по своему долгу одному человеку. И он называется судебный пристав-исполнитель. То есть судебных приставов, их же много. Вот мы говорим про одного. То есть судебный пристав-исполнитель. Дальше. Взыскатель. Взыскатель это человек тот, который взыскивает. Да, то есть, к примеру, там, я не знаю, банк ВТБ. У меня перед ним долг. Банк ВТБ подал на меня в суд, присудил мне долг. Вот он является взыскателем. Жена на алименты подала. Жена является взыскателем. Должник. Да, то есть это гражданин организации, физическое, юридическое лицо. Да, то есть, в принципе, это не важно. Которые обязаны оплачивать свой долг. Да, то есть, ну, должник называется человек, который должен. Тоже, я думаю, что с этим понятно. Дальше. Арест имущества должника. Что значит арест имущества? Это когда на его имущество, на имущество должника, на имущество человека, организации, накладываются те или иные ограничения. Далее. Залог. Что такое залог? Да, то есть, это, к примеру, квартиру мы взяли в ипотеку. Квартира у нас находится в залоге. Да, то есть, это способ обеспечения исполнения обязательств, при котором кредитор, либо залогодержатель, имеет право в случае невыполнения должником определенных условий, да, то есть, требовать стоимость своего имущества. Вот это называется залог. Дальше. Залоговое, либо заложенное имущество. Залоговое, либо заложенное имущество, вот ключевое слово, да, то есть, заложенное. То есть, это добровольно переданное должником взыскателю в качестве залога. К примеру, мне нечем за ипотеку платить. Я отдаю свое имущество добровольно. Да, но в имуществе должников, как таковой, бывает это очень редко, то есть, здесь в основном только принудительное. Дальше. Залоговый кредитор. Это кредитор обязательств должником, перед которым обеспечены залогом. Взяла кредит, заложила квартиру. Да, то есть, залоговый кредитор. Дальше. Ипотека. Это залог недвижимого имущества, ну, то есть, это понятно. То есть, может быть земельное участие, может быть квартира, может быть коммерческая недвижимость. Следующее. Публичные торги. Публичные торги, что это такое? Это продажа имущества путем приглашения всех желающих принять участие. Да, то есть, это называется публичные торги. Любые торги, где мы можем поучаствовать, они называются публичными. Открытый аукцион. Открытый аукцион, когда есть начальная цена и торгуются за право повышения цены, побеждая тот, кто предлагает абсолютно максимальную цену. Лот. Что такое лот? Это любое имущество, которое продается на торгах, которое мы можем купить. Мобильный телефон, наушники, квартира, машина, все что угодно. Это называется лот. Дальше. ФАС. Федеральная антимонопольная служба. Федеральная антимонопольная служба, она борется за право конкуренции. В нее мы будем обращаться, если мы будем видеть, что торги, например, пацаны, либо нам отклонили заявку неправомерно. Вот мы будем тогда писать ФАС. Дальше. Как мы будем зарабатывать на торгах по арестованному имуществу? Какой у нас порядок действия брокера? Итак, основные стратегии какие, на которых мы будем с вами зарабатывать? Итак, первое. Это выкупить для себя с целью экономии. То есть вы купили дешевле, сэкономили. Да, то есть, ну, соответственно, если ты сэкономил, значит, ты заработал. То есть купили квартиру не за миллион рублей, а за 500 тысяч. Ну, то есть купили, сэкономили. Интересно, интересно. Дальше. Выкупить на свои деньги и продать дороже. Ну, то есть здесь понятна схема заработка. Да, то есть перекупы. Выкупить для клиентов за комиссию. То есть купили квартиру по рынку, стоит миллион рублей. Купили за 500 тысяч, туда и взяли свою комиссию. Дальше. Помогать партнерам по участию в торгах. Такое тоже бывает, когда нам нужна, например, вторая заявка. Либо когда партнер не знает, как участвовать в торгах, либо проанализировать его. Дальше. Выкупить готовый бизнес и развивать его. Цель заработка, схема заработка, схема заработка. Дальше. Выкупить объект для сдачи в аренду. То есть здесь, конечно, нам подойдут уже больше муниципальные торги, потому что мы там можем ничего не выкупать и сдать в аренду. Да, то есть имущество в аренду. Но здесь тоже такой вариант у нас может быть. И все это тоже видо у нас и есть заработка. И какой у нас, в принципе, общий порядок действий брокера? Ну, не знаю, может кому-то непонятно. Человек тот такой брокер. А у ценного брокера это человек, который помогает выкупить имущество с абсолютно любых торгов. Аукционные брокеры бывают муниципальные, банкротные и по арестованному имуществу. То есть в зависимости от специализации. Итак, что нам необходимо сделать? Нам необходимо найти выгодный лот. То есть на сайте. Проанализировать его выгодность, юридическую обязательную безопасность. Определить стратегию. То есть как для чего мы выкупаем и сколько мы заработаем. Подготовить документы и подать заявку на участие в торгах. Участвовать в торгах и выиграть лот. Оплачивать выигранное имущество. Переоформить его на себя или на инвестора. И, соответственно, монетизировать его в соответствии с выбранной стратегией. Я думаю, в принципе, на сегодня этого будет достаточно. Да, то есть это такое первично ознакомительное видео. Что, как мы будем работать. Более подробно мы все это будем разбирать, конечно же, в следующих видео уроках. Будет их примерно 8-9, может быть даже и больше. И все это абсолютно бесплатно будет размещено на платформе YouTube. Не забудь подписаться и поставить лайк.